Мишенька, может быть мы постелим все-таки пледик на нашу кроватку? Или это твоя личная киса? Интересно, тебе нравится прыгать, Мишутка? Нравится? Обезьянка моя. Мне на самом деле надоело вот эта все время незаправленная постель и создается ощущение некого бардака. Правильно, с девочками я своими согласна. Но с Мишуткой бесполезно что-то делать. Вот бесполезно. Он все стаскивает, он прыгает. В общем, слов нет. А плед на самом деле у меня просто шикарный. Посмотрите, он двухсторонний. Такой прям. Решила, что нечего беречь. У меня еще такой один есть потемнее. Помните, я заказывала с Василька? Мам, скажи, что ты на меня наговариваешь? Я вообще лег спать, правда? Как Миша храпит. Ой, как Миша храпит. Хорошо получается. Ну все, спокойной ночи. Баю, баюшки, баю. Ну что, всем огромнейший-огромнейший привет, мои дорогие девочки. Я уже с улыбкой начинаю этот влог, потому что у меня Мишутка сейчас убежал, я ему сказала, что там идет Кузя, потому что когда он видит камеру и видит, что мама разговаривает, да, то он просто кричит дурью, просто кричит. И я уже в тысячный раз, наверное, записываю вот это приветствие. Вот. На самом деле у нас начало новой недели. Муж у меня на работе. Петенька у нас в садике, и я до сих пор не могу прийти в себя после этих болячих детей. И сейчас, представляете, позвонила в сад, чтобы, ну, поинтересоваться, как чувствует себя мой ребенок, и воспитатель сказала, что у него забит нос, представляете? Я так подразумеваю, что это нормальная реакция иммунитета, да, на многочисленную чужеродную фауну, которая и флору, которая присутствует вот в окружающей среде, да, садиковская, это всегда было, есть и будет. Садик – это живой вирус, но все равно у меня сердце опять не на месте. И, мои дорогие девочки, вы меня все время спрашиваете, Аня, как же ты вылечила кашель своему ребенку? Потому что, на самом деле, кашель – это такая зараза, с ним очень тяжело распрощаться. Да, и получается зачастую так, что дыхательные пути детей, они более подвержены вирусным атакам, нежели дыхательные пути взрослых, и зачастую, практически в 100% случаев развиваются осложнения. Факт остается фактом, и поэтому родителям нужно быть всегда начеку. И если говорить о нашем кашле, да, как я все-таки вывела этот вот кашель, то это только при помощи небулайзера, мои дорогие девочки. И если выбирать фирму, да, небулайзера, что же приобрести, что же купить, я всегда обращаю внимание, выбираю марку Амрон. Почему Амрон? Потому что это японское качество, это раз, и продукция компании Амрон, она всегда проходит клинические испытания, клинические исследования. Вообще, что такое небулайзер? Небулайзер – это универсальная система, которая предназначена для ингаляции лекарственных веществ в дыхательной пути человека, ребенка, либо даже грудничка, представляете, новорожденного. Это здорово, на мой взгляд. И лекарство в небулайзере при контакте с дефлектором, по-моему, так он называется, превращается в аэрозоль и уже непосредственно поступает в очаг респираторного тракта, там, где локализуется воспаление. Мне нравится, что сейчас существует очень много лекарств именно для небулайзеров, то есть фармацевтическая промышленность не стоит на месте. И, конечно, нужно отметить тот факт, что эффект именно от небулайзера наступает очень быстро, то есть клинический эффект, именно лечебный эффект, и гораздо быстрее, нежели чем от сиропов, от таблеток и даже от инъекций. У нас ранее был вот такой вот небулайзер Amron, такой старичок, на протяжении 8 лет, если не больше, наверное, и когда они только появились на мордовских рынках, мы их сразу прикупили, потому что проблемы с дыхательными путями у нас с мужем были. И модель называется вот таким вот образом, давайте я вам покажу, может быть, кому-то будет интересно, но это очень старая модель. Так вот выглядит это. В комплекте шли тоже трубки, различные там насадки, маски, мундштук, все было в комплекте. Но я знала, что Amron выпустил небулайзеры, у которых регулируются режимы подачи вот этого аэрозоля, и мне нужен был такой небулайзер, девочки, и поэтому у меня появился вот такой вот Amron. Модель у меня NE C300 Complete, насморк, астма, кашель, 3 в 1. Итак, пройдемся по комплектации моего небулайзера. И что входит в комплект, это, конечно же, компрессор, я его называю телом небулайзера. Оно имеет здесь вот такую вот ручку, ну понятно, чтобы держать, да. Здесь переключатель, то есть включить и выключить аппарат. Здесь у нас разъем для воздуховодной трубки, здесь у нас крышка воздушного фильтра. Все это дело легко снимается. Здесь находится воздушный фильтр, который легко меняется, его можно вытащить, и в комплекте три запасных воздушных фильтра. Это здорово. Здесь, посмотрите, описаны режимы подачи аэрозоля, первый, второй, третий. Очень здорово, что описано первый режим верхней дыхательной пути, второй режим средней дыхательной пути, и третий режим – это нижние дыхательные пути. И здорово, что когда, допустим, садишься дышать, или по ребенку даешь, да, все это дело, не нужно штудировать интернет, вспоминать, какой режим для чего. И инструкцию мы, как правило, не храним. Да, к аппаратам. Вот это вот меня прям подкупило, очень понравилось. Здесь воздухозаборники по бокам. Так вот, здесь вилка, чтобы подключать аппарат к электричеству. Далее у нас в комплекте вот такая вот небулайзерная камера, но я не знаю, есть ли смысл вам досконально все показывать. Здесь у нас резервуар для лекарственных средств, то есть все это дело разбирается, и туда наливается лекарство. Лекарство разводится физраствором, либо сам добавляется физраствором, и тоже можно подышать. В общем-то, внутри находятся сопла, отбойник находится, далее там крышка небулайзерной камеры. Здесь, обратите внимание, переключатель режимов распыления и воздухозаборник. Мне очень понравилось, что переключатель режимов распыления имеет такой своеобразный фиксатор, то есть ребенок, когда дышит, он не сможет самостоятельно переключить режим, и то есть вот так вот приподнимаете, выбираете режим и обратно вот так вот вставляете все. И вот этот бегунок с места сдвинуть просто нереально. Нужен другой режим, приподнимаем. Я тут одной рукой пытаюсь, вот допустим, первый режим. Далее у нас маска для взрослых, маска для детей, фильтры я вам уже показывала. Далее это у нас загубник, далее насадка для носа, ну и в комплекте была вот такая вот сумочка, тоже важно указать. Руководство по эксплуатации, гарантийный талон. Как же собрать небулайзер? Хочу отметить, что перед первым использованием необходимо очистить и продезинфицировать небулайзерную камеру, маску, загубник и насадку для носа, если вы будете ей пользоваться, да, и сделать это легко и просто. Просто промывайте в горячей мыльной воде. Затем берем воздуховодную трубку, присоединяем. Берем небулайзерную камеру, обработанную, да, добавляем сюда лекарства обязательно и присоединяем далее к трубке и присоединяем, допустим, либо маску обработанную, у меня взрослая маска, либо детскую маску, либо замубник, лимонштук, я его так называю. Присоединяем компрессор уже к электросети, включаем и начинаем дышать. Небулайзер имеет три положения. Положение 1 – это верхние дыхательные пути для ингаляционной терапии ринита, синусита, фарингита, танзелита, ларингита. Положение 2 – это средние дыхательные пути для ингаляционной терапии бронхиальной астмы, хобл, бронхиолита, бронхоэктазов и бронхопневмонии. И мы пользовались третьим режимом. Какие еще особенности я могу отметить? Это быстрая и легкая очистка и дезинфекция. Малый остаточный объем лекарственного препарата, то есть экономия. Данный аппарат соответствует европейскому стандарту. И гарантия 3 года и пожизненное сервисное обслуживание. Во время ингаляции прибор должен находиться на твердой поверхности. Перед каждой ингаляцией мойте руки. Соберите небулайзер согласно инструкции и залейте необходимое количество прописанного врачом лекарства в небулайзерную камеру. Препарат для ингаляции должен быть комнатной температуры. При необходимости разведения препарата используйте только стерильный физиологический раствор натрия хлорида. Сядьте удобно, включите небулайзер. Дышите спокойно до прекращения подачи аэрозоля. Применение мунштука более предпочтительно, чем ингаляция через маску. Исключение дети до 5 лет. Маска должна подходить по размеру и плотно прилегать к лицу для уменьшения потерь аэрозоля. После завершения ингаляции выключите прибор. После каждого использования необходимо очищать небулайзерную камеру. После каждой ингаляции все части небулайзерной камеры необходимо разобрать, пробыть в горячей и пыльной воде, затем прополоскать и обязательно просушить. Нужно регулярно проводить дезинфекцию небулайзерной камеры, загубника и насадки для носа. Достаточно просто прокипятить в течение 15-20 минут. Регулярно проверяйте состояние воздушного фильтра и меняйте его при загрязнении. Все расходные материалы вы можете приобрести в интернет-магазине. Ссылочку я оставлю под этим роликом. Мои дорогие девочки, я вот так подробно рассказала вам о своем новом небулайзере. Действительно, это наша палочка-выручалочка, потому что ребенок у меня страдал кашлем с октября месяца. На минуточку. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Четыре месяца детям мучилась и на консультации только у кого мы не были и где мы только не наблюдались. Мы пропили два курса антибиотикотерапии, мы прокололи антибиотики. И мой старенький вот этот небулайзер, он в принципе неплохой, но у него нет градации по степени дисперсности аэрозоли. То есть там аэрозоль всегда одинаковый. А здесь, видимо, нам помог именно третий режим дисперсности аэрозоля. И, видимо, в старом небулайзере просто вещество не доходило до нижнего отдела дыхательных путей. Я уже говорила, что мой ребенок в год перевалил вирусной пневмонией, и у него вот от этого пошли проблемы. То есть как что у РВИ насморк у нас все опускается вниз и все превращается в абструктивный такой хронический бронхит. Это на самом деле то еще наказание. И если бы не эта штука, действительно, я не знаю, что бы я делала. Наверное, продала бы все, дом, машину, мужа. И мы бы все уехали куда-нибудь в южную страну и там бы поселились. Потому что, ну, кашляет ребенок. Ну, бери карандашик, садись, занимайся. Мишутенька у нас уже проснулся. Нужно будет уже собираться за Петей в садик. Время уже около 4 часов. Нарисуй. Нарисуй цветочек. Как Миша рисует цветочек? Позанимайся. Уж очень Мишутка облюбовал вот это вот все дело. Столик, стульчик. Он даже больше любит вот этот набор детский, нежели столик для кормления. Я, знаете, в этом ролике, наверное, в конце покажу покупки в магазине Магнит. В продуктовом Магните именно. Потому что девочки все время спрашивают. Ань, обязательно показывай свои продуктовые закупки. А не запускай эту рубрику. Нам очень интересно. Почему-то вот такие мои фрагменты, моих влогов считаются моими зрителями. И очень даже информативными. Вот. И я сейчас включу, наверное, телевизор. Мишенька, включим? Давай включим какие-нибудь мультики, чтобы нам с тобой спокойненько собраться за Петей. Так, мы с тобой не обедали по-нормальному, да? Надо будет сейчас щей нам погреть и продумать, что приготовить на ужин. Вы меня все время спрашиваете. Аня, что ты скажешь как врач и как мать двоих детей по поводу прививок? Делать прививки или априори категорически от них отказываться? Так. Мишка, какой мультик включим? Давай русалочку, что ли? Я так раньше любила русалочку, честно. Вообще грядут серьезные, грандиозные перемены. По секрету вам скажу. Ну, обо всем по порядку. Итак, по поводу прививок. Прививки созданы не просто так, чтобы кого-то озолотить, кого-то обогатить. И, знаете, вот у меня свободное время есть, мне нечего делать, а создам-ка я прививочку, да? Нет, это неправильное утверждение. И хочу отметить, что все прививки, которые делают нашим детям согласно календарю прививок, да, которые приняты в нашей стране, все эти прививки разрешены Всемирной Организацией Здравоохранения. Это факт. Это очень важно. И прививки призваны останавливать очень страшные эпидемии заболеваний, как у маленьких детей, так и у взрослых людей. И прививки, как правило, созданы по жизненной необходимости, по жизненным обстоятельствам. Их создание основано, конечно, на трагическом опыте, как правило. Нужно понимать, что сделав своему ребенку, допустим, прививочку от гриппа, вы полностью ребенка от гриппа не защитите. Просто грипп может протекать в более легкой форме. И, как правило, грипп, допустим, да, это я взяла в качестве примера такое заболевание нехорошее, грипп протекает с осложнениями. Так вот, после прививки ребенок может заболеть гриппом, но грипп может пройти без осложнений, допустим, в виде насморка. К сожалению, многие мамочки заведомо до прививок пишут письменное согласие, я хотела сказать, письменный отказ на проведение вообще практически всех прививок. Я считаю, что это происходит только из-за безграмотности мамочек, из-за того, что они медицински не подкованы, из-за того, что педиатр просто не объяснила, что и как. Такое бывает, иногда педиатр на самом деле не до чего. Вот, что такое прививка? Прививка – это вакцина от того или иного заболевания, то есть там содержится либо ослабленный вирус, либо ослабленная бактерия, либо частичка вируса, частичка бактерии, либо там прям содержатся антитела. То есть это не игрушки, и после введения прививки организм, так скажем, думает, то есть определенное количество времени организм вырабатывает антитела. И, конечно, могут на эту прививку развиваться различные реакции. И частенько мамочки путают реакции на прививки и осложнения прививочные. Так вот, осложнения прививочные, они встречаются очень редко. Это, допустим, абсцессы, нагноения, допустим, зоны прививки, да, зоны инъекции. Затем это судороги, параличи, то есть анафилактический шок, аллергии какие-то немедленного типа. Потом высокая температура более 40 градусов Цельсия, которая не сбивается ничем. Такое бывает, но редко. Ну, это обусловлено индивидуальной непереносимостью организма того или иного компонента препарата, так скажем, да. И бывают, и даже зачастую встречаются реакции на прививку, которые связаны с иммунным ответом. То есть у ребенка повышается непочистая температура, ребенок становится вялым, апатичным, у него пропадает аппетит. Вот, допустим, мы с Мишоткой на прошлой неделе сделали прививочку. Я за прививки, я всеми руками и ногами за. И, собственно говоря, Мишенька на прививочку под названием привинар дал температурную реакцию. У него в ночь поднялась температура 38 градусов Цельсия. Я ее просто однократно сбила, и все, потом проблем не было. Я понимаю, и вы должны понять, что это не осложнение, это нормальная реакция после прививки. И, девочки, напишите, пожалуйста, что вас интересует именно в прививочном вопросе, на чем вы обожглись. Может быть, с некомпетентностью медицинских работников, может быть, у вас возникло нагноение, может быть, вы столкнулись с каким-то очень таким серьезным осложнением, но имейте в виду, что каждое осложнение после прививки, оно разбирается с участием многочисленного комитета, который организуется именно в Минздраве, это очень серьезно. Напишите, какие нюансы, какие аспекты и какие моменты вас интересуют. Хочу сказать, что прививки нужно делать детям, которым они показаны. То есть, если существует медотвод от прививки, то прививку делать ни в коем случае не надо. А вот этот медотвод, его ищет как раз и педиатр. То есть, ни в коем случае, если у вас ребенок только-только переболел чем-то, что контактирует постоянно с больными детьми, что у него насморк и так далее и тому подобное, то есть, ребенок должен быть абсолютно здоров. И после прививки нужно правильно обращаться с ребенком, после прививки нужно вести правильный образ жизни. Это обязательно прогулки без контакта с детьми. Это обязательно прохладный влажный воздух. Это не перекармливать ребенка. То есть, создать ему оптимальные условия для существования, для роста, для развития. Вот. И еще раз повторяю, что я жду ваши комментарии. Мне будет очень интересно оценить вот эту прививочную обстановку. Что народ вообще думает по этому поводу. И я считаю, что зачастую всяческие иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, другие препараты неизученные, неапробированные, которые даются нашим детям просто в лошадиных дозах, они гасят иммунитет. И потом ребенок даже прививку нормально пережить не может. Вот такое мое мнение. Ну что, поехали дальше. Наш закуп продуктов в магазине Магнит. И мы сегодня с детьми, когда гуляли днем, заходили в рубль-бун. И я пыталась совершить какие-то покупки. И я поняла в тысячный раз, что пока я не могу с ними совершать покупки, потому что дети все громят в магазине, все бросают на пол, что-то хватают, набирают, озаруют, бегают по магазину. И, в общем, нет, нет и нет. И сегодня мы затаривались вдвоем с мужем, с детьми сидел дедушка. Он приезжал. В общем, давайте посмотрим, что из этого вышло. У меня чек на 2100 рублей. И у меня был купон на 300 рублей. Это скидочный купон. Помните, давали купоны в магазинах Магнит, в продуктовых и в Магнит Косметик перед Новым годом. И, в общем, круто, девочки, на самом деле. Когда делаешь покупку от 1000 рублей, тебе скидка 300 рублей. То есть можешь себе вообще что-то выбрать в подарок. Я хотела выбрать какой-нибудь, знаете, набор, там, понтин, что-нибудь еще. Но у меня всего много, поэтому купили чисто продукты. И что касается цен, я немножечко не поняла до сих пор, как вам озвучивать эти цены, потому что вот эта 300-рублевая скидка, она разбилась на все продукты сразу. И продукты выходят по цене скидочные уже. Ну, примерно, плюс-минус я вам буду называть цену. Итак, мы купили шампиньоны вот такие с мужем. И я, по-моему, вам говорила как-то во влоге, что перед праздниками они у нас пропадали. И потом, после Нового года, мы тоже их в продаже не видели. Ну, в общем, сельская ярмарка. Мне нравится этот бренд. И стоили они где-то рублей 180, конечно. Шампиньоны подорожали вообще, мне кажется, в магазине Магнит, так же, как и в Пятерке, все подорожало процентов на 20. Это такое мое личное наблюдение. Девчонки, я взяла вот такую свеколку. Посмотрите, это уже вареная, очищенная свекла. Это урожай 2018 года. Почему я ее взяла? Ну, во-первых, потому что стоит она порядка 40 рублей. Во-вторых, не нужно ее отваривать, очищать. Ну, понятно, да? И меня прелестил тот факт, что это производство Краснодар. Это Славянск на Кубани. Ну, так скажем, отечественное производство урожая 2018 года. И срок годности 180 дней. Сготовлено все это удовольствие 26 ноября. Ну, нормально. У меня свекла такая уйдет. Во-первых, я хочу натереть ее с чесноком. У меня бзик по еврейской закуске. Вот это с чесноком. У меня дети даже начали ее есть. И вот свеклу хочу сделать еще с чесночком, с майонезиком. Хотела чернослив посмотреть, но мы прям бегом-бегом с мужем забыла. Прям вылетела из головы. Да, о вареной свекле я могу говорить бесконечно. Хотя нет, на меня сегодня что-то просто напало. Так, муж взял, как всегда, вот такие вот хрустящие крылышки. Горячая штучка. Девочки, не совсем бюджетно. Порядка 90 рублей. Но если бы я увидела, что он взял, я бы, наверное, ему запретила. Но он положил. И только на кассе я все это дело обнарушила. Но не стала позориться на кассе. Я взяла вот такой вот чай. Гринфилд новинка. Квинс Джинджер. Знаете, это чай. Очень хочется его попробовать. Давайте найдем описание. Зеленый, байховый, с ароматом японской айвы, имбирем и растительными компонентами. Вообще я Гринфилд люблю. Именно вот в пакетиках. Люблю с барбарийской. Люблю слаймом. Ну, в общем, попробуем. Я думаю, что с выбором я не ошиблась. Так, чай стоит порядка 90 рублей. 89, по-моему. Взяла вот такие вот оливки фаршированной пастой из креветки. Я слышала, что вот эта паста, которая находится в оливках, она не совсем полезная, так скажем. И не совсем это натуральная паста. Но порядка 50 рублей. Вот в магните на вот этот продукт очень хорошая цена. У меня маленькие тоже любят вот такие штуки. И, ну, в качестве такого разнообразия. Так, следующее, что я взяла, это мюсли. Вот такие вот с бананом, запеченные. Захотелось мюслей. Честно. 350 граммов. Где-то 90 рублей все это дело стоит. И с молочком буду приучать старшего ребенка к мюслим. Я думаю, что в них ничего плохого нет. В общем, да. Такая покупка. Также, также взяли вот такие вот консервы. Это говядина ежка-ролай. Тушеная. Высший сорт. 150 рублей по скидке. И ежка-роле я вот в консервах, в местных доверяю по полной программе. Свинина, говядина. Индейка у них неплохая. Поэтому, девочки, обратите внимание и вообще напишите, что вы думаете по этому поводу. Муж, конечно, взял вот такой пивас. Это у нас Пильснер Орквел. Не знаю, как это все дело правильно произносится. Порядка 50 рублей стоит баночка такого пива. Ну, он у меня любит иногда себе такое позволить. К пиву взял вот такую вот рыбку. Это у нас янтарная с перцем, сухогруз. Ну, я уже говорила вам во влогах своих, да, в продуктовых, что вот такие вот закуски пивные, они не бюджетные. Особенно кальмары, там рыбки всякие, да. И где-то в районе 100, по-моему, рублей вообще, представляете. Следующее, что я купила, это детское вот такое питание, детское фруктовое пюре. Агуша, яблоко, персик. Ну, вот видите, покупки показываю вообще в разнобой. То пей вот это детское пюре. Ну, наконец-то я не забыла купить гречку. Вот такая вот порядка 50 рублей в пакетиках для варки. Люблю в пакетиках, и если, допустим, мне не нужен пакетик, я его просто разрезаю там на какое-то блюдо. Но вообще в пакетиках очень удобно варить. Хотя девочки мне пишут, что Аню это не очень полезно. Девчонки, я стараюсь не злоупотреблять пакетиками, но их использую. И, кстати, детское пюре вот этого Агуша стоило 30 рублей у нас в магните. И купила еще вот такую смесь риса и пшена. Это увелка тоже. Увелку вообще люблю всей своей душой. И буду в качестве разнообразия детям варить. У меня молочные блюда вот эти вот на завтрак дети очень любят. Что касается фруктов, девчонки. Смотрела на фрукты. Из фруктов купила только лимон. Да, хочу замариновать завтра курочку с лимончиком и сделать в мультиварке. 8 рублей у нас стоило лимон. И купила один большой грейпфрут. Вот все. И это все покупки фруктовые, потому что бананы у нас есть целая связка. И у нас огромный мешок домашних яблок. Поэтому как-то апельсины мы сегодня доели. Апельсинов не хочется. Грейпфрут купила себе. Ну, а детям на яблоках, на банантиках пока перебьются. Так, купила вот такой сыр и дам 154 рубля. Краснодар, жир 26 граммов. Слушайте, это вообще мало, конечно. Сыр, конечно, сейчас очень сильно подорожал. И более-менее какой-то такой нормальный кусок будет стоить за 200 рублей. Но взяла самый дешевый для запекания. И на бутерброды детям давать не буду, нам пойдет. Так, маленькому мешутке своему купила вот такую соломку соленую с морской солью. 100 граммов он любит. Все это дело потаскать. Порядка 20 рублей она у нас стоит. Купила сливки вот такие. 60 рублей они стоят. Или 10% простоквашины. Люблю добавлять в кофе. Потому что все-таки, как ни крути, деревенское домашнее молоко в кофе я не очень люблю. Хотя пью. Деваться некуда, да. Но, по возможности, стараюсь покупать сливки. Взял вот такие чипсы к пиву. Нейчуралс. По-моему, они без химии идут. Насколько я не ошибаюсь. Но я их не особо ему. Поэтому не ориентируюсь. Агуша-груша и пюрешка Агуша-мультифрукт. Далее мясное пюре Телятина. Это у нас Тема. Вот такая вот. Вот такая, да. Хороший женский род, да. К чему вам непонятно. Вот такая упаковочка, можно сказать. И еще такая же Тема. Баночка. Которая не хочет наводить фокус. Отлично. Порядка 50 рублей стоили эти консервы. И последнее, что в пакетике, это вот такой сочок. Беру такой сочок Мишутки. Он любит их таскать, пить. Знаете, как отвлекающий такой момент. Этот сок, по-моему, порядка 15 рублей. Яблоко грубше. Один сок сейчас он меня увел. Уже забрал. В общем, с удовольствием пьет. Пока с папой сидит. И вот такую кашу еще взяла девочки на стле. Овсяная каша с грушей и бананом. Я такую кашу Мишутки даю иногда на ночь из бутылочки. Иногда он пьет. Иногда не пьет. Но в качестве такого разнообразия. В качестве как бы дополнительного прикорма. Да, почему бы нет. Сметана 25% каша 85 рублей, девчонки. Сметана вот такая. Вот долго я смотрела на витрину со сметанкой. Потому что срок годности практически у каждого продукта оставляла желать лучшего. Ну, в общем, где-то рублей 70, по-моему, тоже. Так, фруктоняня. У нас вот такой вот детский биотворог с малинкой. Это для Мишутки. Он любит съесть это все это дело. Потом еще баночка телятинки. Но творог порядка 30 рублей. Так, еще что у нас тут такого интересного и полезного. Еще творожок уже с яблочком. И бананчиком. Муж взял еще одно вот такое пиво. С непонятным мне названием. Ну, какое-то оно импортное. По скидке было. Тоже 50 рублей, да? Я говорила, по-моему. Я взяла единственное, что я взяла для себя, для дома, так скажем. Это вот такой Комет спрей. Сто процентная защита от налета ржавчины. В общем, надеюсь на этот Комет. У нас такие штуки уходят очень быстро. Поэтому для унитаза, для раковины. Эта штука у нас не залежится. И 80 рублей. Очень хорошая цена была. Еще муж взял вот такое вот пиво. Не знаю, наверное, что-то перепутал. Я не знаю. Миллер. Так. И у меня в покупках еще вот такой вот батончик. Детский обычный батон. Это наш Саранск выпускает. В общем, это были все покупки продуктовые в магазине Магнит. Я, может быть, в этом влоге была какой-то медлительной, какой-то непонятной. Но мне хотелось просто вам как-то с чувством, с толком, с расстановкой обо всем рассказать. Как-то вот спокойненько, без плачущих детей. Да, поэтому спасибо огромное, что оставались со мной. И совсем скоро мы с вами увидимся в новом ролике. Пока-пока.